Здравствуйте, портал news.ru. У нас четыре вопроса. Первый вопрос. По итогам форума «Стратегическое будущее Армении, Армении и Европа», в котором принял участие секретарь САВБЕЗа страны, была принята декларация, в которой интеграция Армении в Европу называется «Стратегической перспективой». Также там содержится требование к властям Армении выйти из состава ДКБ, ЕАЭС, СНГ. Считаете ли вы, что Армения взяла курс полного разворота от Москвы к ЕАЭС и НАДО? Вы знаете, мне почему-то кажется, что это не столько Армения проявляет свое желание, сколько ей его навязывают, возможно, через какие-то политические инструментарии, через людей, которые внутри Армении могут проводить чужие или чуждые армянскому народу интересы. Поэтому я не уверена, что можно говорить таким образом, что это Армения взяла курс полного разворота от кого-то к кому-то и так далее. Ведь вы посмотрите, идеологи подобных тенденций обещают одно, а на практике происходит другое. Потом они заявляют совершенно противоположные вещи, как-то пытаются объясниться и так далее, и так далее. Когда мы говорим о действиях, которые совершаются от имени страны, от имени народа, предполагается, что народ сказывает этому поддержку, делегирует власти соответствующие полномочия, видит цели и задачи и может сверить их с результатом. Вот, честно говоря, вот в этой сфере я ничего подобного не видела. Вроде как бы обещали многие из нынешних властей в Армении одно, вот прям дословно одно обещали, а потом, в общем, на практике все получили другие результаты. Как это получается? Но это не наш вопрос, это все-таки вопрос, который должен решаться внутри этого государства. Но, в принципе, мы рассматриваем последние заявления шаги армянского руководства, включая отказ премьер-министра Николу Пшиняну участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Откровение, в том числе и упомянутого вами господина Григоряна, насчет так называемой евроинтеграции или вне блокового статуса Армении, расширения поставок в республику западных вооружений, внезапная, так называемую, дружба Еревана с киевским режимом, ну, наверное, как звенья одной цепи, только, мне кажется, это цепь порабощения. Это не разрыв цепей, сковывающих и освобождающих, а это как раз цепь порабощающая. Кто же стоит за желанием навязать этой стране, этому народу вот такую идеологию? Ну, Запад, очевидно, этого тоже никто не скрывает. Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой теперь вцепился в Армению, пытаются оторвать ее от России. Что значит оторвать? Ну, мы суверенные государства, у нас межгосударственные договоры, все были заключены добровольно. Мало того, они, в отличие от многого того, что обещает Запад, дают конкретный результат. Этот результат есть. Он говорит о бонусах, которые получает Армения как государство, экономических, финансовых, энергетических и так далее. Вот это пытаются разрубить, вот этого пытаются Армению лишить, как лишили очень многие страны. Вот я с Европой сегодня, с ЕС привела примеры. Давайте посмотрим, как отрывал Вашингтон Европейский Союз от России. Чем это закончилось? Тотальным падением темпов экономического роста, развалом экономических связей внутри Европейского Союза. Внутри. И это Европейский Союз, у которых была ведущая мировая экономика по совокупности, у которых были потенциал, возможности, силы. Поэтому вот в этом логика того самого Запада, натовского, американского и так далее, которые сейчас навязывают эту философию и проводят ее через ряд политических деятелей в Армении. Мы, с моей стороны, убеждены, что это полностью противоречит коренным интересам республики, армянского народа. Не потому, что мы так считаем, а потому, что все те заверения и обещания, которые армянскому народу давались политической элите Армении, ровно об этом говорят. И нам кажется, что это играет против установления стабильности в регионе Южного Кавказа в целом. И, видимо, власти Армении забыли, что благосостояние страны во многом основывалось на тех бонусах, которые она получала от сотрудничества России и членства в Евразийском экономическом союзе. Это реальные цифры и реальные факты, в отличие от многих пустых заявлений и обещаний, которые дает Запад. Партнеры обращаются к нам с просьбой все это сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб посторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Но это что, попытка усидеть на двух стульях? Или как это все называется? Ну, если это попытка усидеть на двух стульях, она никого до добра не доводила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова